МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечером 11 августа вооруженные силы Украины в очередной раз проигнорировали взятые на себя обязательства по прекращению огня, подвергнув минометному обстрелу поселок Стромихайловка. В результате огня со стороны украинских боевиков два дома получили повреждения. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вечером 11 августа вооруженные силы Украины в очередной раз, проигнорировав взятые на себя обязательства по прекращению огня, подвергли минометному обстрелу поселок Стромихайловка. В результате огня украинских боевиков пострадали два домостроения. Вечером 11 августа вооруженные силы Украины в очередной разорвались в летней кухне. В начале один снаряд разорвался наверху, сразу потух свет. А второй снаряд разорвался, получается, в этом. Сильно ударило по ушам, мы с детьми были в летней кухне. Нам повезло, что мы сидели, просто на полу сидели, получается, возле собаки маленькой. И мы просидели на маленькой скамеечке, возле щенка, и оно ударило, получается, как волной, немножко в сторону откинуло. А потом сразу оно чуть-чуть перетихло, побежали в дом. Но еще продолжилось минут 15. Туман, дым, непонятно что, откуда, что оно в этот. В доме немножко пересидели, уже когда перетихло, потом уже вышли во двор. Где оно, что, сразу непонятно. Потом уже через полчаса уже в это. Открыло окно, потому что дым, пыль вот это все, шелокоблок летело. Открыли окно, окно посыпалось. Не помню, что окно посыпалось. А уже когда вышли, посмотрели на огород, соседям в стенку летело. После того, потом еще, наверное, через полчаса еще раз началось. Ну, уже пайп на кладбище и на ствол. На шахтный ствол еще потом прилетело. Часто здесь такое? Ну, буквально сейчас уже каждый вечер. А добывает и днем. Буквально сегодня утром опять 9 часов утра стреляли. А сейчас буквально бывает 10-15 минут. Это все продлилось 20 минут. Все, потом перетихло, как будто ничего не было. Потом, сегодня утром опять 9 часов утра стреляли. Собрались идти в магазин, потом думали, никуда не пойдем. Ну, что опять? В любой момент в этот день. Буквально мы еще зашли, вышли на огород, по огороду ходила. Щенок упал в воду, в канализацию. Зашли во двор, щенка купали. Если бы щенка не зашли, не купали во двор, щенок не упал бы. Ну, я бы была на огороде бы. Что было бы, я не знаю. Вечером 14 августа вооруженные силы Украины подвергли минометному австрилу населенный пункт Коминтерного. В результате огня украинских боевиков множество домов получили повреждения, а двое мирных жителей были ранены. На месте событий, чтобы лично ознакомиться с ситуацией, побывал официальный представитель оперативного командования ДНР полковник Эдуард Басурин. Мы находимся сейчас на населенном пути Коминтерного. На днях был обстрелен данный населенный пункт. Очень давно я не помню, чтобы такое количество боеприпасов было выпущено по населенному пункту. Здесь зафиксировано 7 адресов, в которых были попадания как крышу, так или вот дом, который за мной практически полностью разрушен. Здесь ранение получила женщина. Вообще, ранение в данном населенном пути после этого обстрела получило 2 гражданских. Было выпущено более 100 боеприпасов. Из них мин порядка 70. Вот, как раз вот подобрал сейчас осколок, который мог хозяйку этого дома убить, но он оказался на земле. Хотел бы еще добавить, что в преддверии начала учебного года возобновились обстрелы школ. В Горловке было попадание в учительскую, залетело 2 пули. Вот так Украина, кроме хлебного перемирия, готовит нам еще 1 сентября. В данный момент, может вы слышали или нет, идут разрывы снарядов. Морская пехота, героическая, как ее Украина называет, а мы называем военные преступники, продолжает обстреливать и днем. Солнце в зените обстреливает окраины данной слюнопулы. Одной из основных сил любой армии были и остаются танковые подразделения. Именно бронетехника зачастую обеспечивает успех ведения боевых действий вне зависимости от их характера, будь это оборона или наступление. Танкисты Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе занятий и масштабных учений показали, что они готовы и способны выполнить любую поставленную командованием задачу. Танкисты Народной Республики Одной из основных сил любой армии были и остаются танковые войска. Именно бронетехника зачастую обеспечивает успех ведения боевых действий вне зависимости от их характера, будь это оборона или наступление. Эффективность же применения танков на поле боя в первую очередь зависит от навыков личного состава, от умения обслуживать машины, использовать в полной мере их боевую мощь, а также взаимодействовать в составе различных соединений. Именно эти качества постоянно отрабатывают танкисты Народной милиции ДНР в ходе занятий и масштабных учений, которые показали, что военнослужащие танковых войск ДНР готовы и способны выполнить любую поставленную командованием задачу. Сейчас у нас на павильоне Звездный проходит занятие 3 согласно 3 УКС. У нас 3-я танковая рота сейчас занимается. До этого они прошли подготовку индивидуального сложения экипажей. Уже третью подготовку 3 УКС были у нас. Проведены учебные стрельбы на большие дальности, стрельба зенитного пулемета. И 3 УКС мы проводим уже как контрольное занятие, подытожить все их обучения. Именно по индивидуальной и взводной подготовке. Впереди у нас боевое сложение взводов, ротно-тактические учения. И к концу нашего периода летнего обучения будут батальоны-тактические учения. Это венец уже будет показатель по батальону в целом. Первая вышка, прием. Вышка, я первый. Мы не готовы везать. Я не могу везать. Первый, я вышка. В бою, вперед, вперед. В Торезе сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали ранее судимого 43-летнего мужчину без определенного места жительства, который пытался убить горожанина. В Торезе сотрудники полиции по горячим следам установили и задержали ранее судимого 43-летнего мужчину без определенного места жительства, который попытался убить горожанина. В дежурную часть Торезского вородела полиции поступило сообщение от диспетчера скорой помощи о том, что в одну из больниц города Тореза поступил мужчина с колотым ранением в области сердца. На одном из рынков города зломышленник встретил 29-летнего местного жителя, на которого давно затаил обиду. В состоянии алкогольного опьянения фигурант устроил ссору, во время которой достал из кармана нож и ударил им потерпевшего. Он не первый раз меня скакал. Я не выдержал. Достал нож и на него все. Подозреваемый выбросил орудие преступления и попытался скрыться, но был задержан по горячим следам следственно-оперативной группой Торезского городского отдела полиции. Направился прямо в ту сторону, чтобы уйти. Только повернул туда направо, и там на правом стороне меня поймали. За совершение особо тяжкого преступления зломышленник понесет заслуженное наказание. По данному факту, следственным отделом Торезского городского отдела полиции было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 29 Уголовного кодекса ДНР приготовление и покушение на преступление. Части 1 статьи 106 Уголовного кодекса ДНР умышленное убийство. Санкция данных статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Пострадавший находится на лечении в одном из медицинских учреждений города. В Советском районе Макеевки сотрудники сектора уголовного розыска оперативно задержали ранее судимого 59-летнего местного жителя. В совершении какого преступления его подозревают, расскажут в своем сюжете сотрудники пресс-службы МВД ДНР. В Советском районе Макеевки сотрудники сектора уголовного розыска оперативно задержали ранее судимого 59-летнего местного жителя, который обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления. В дежурную часть Советского районного отдела полиции Макеевки поступило сообщение о том, что на поселке Коммунар находится мужчина с ножевым ранением в области живота, который в дальнейшем скончался. Злоумышленник распивал спиртное в своем автомобиле со знакомым. Между мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого 45-летний горожанин получил удар ножом в живот. Когда встретились, предложил выпить. Выпили. Ну, перепалка началась там. Ну, я психанул, короче, ну, не знаю, со злобой или яростью. Ну, нож так вытянул и... Пострадавший вышел из машины, прошел несколько метров и присел на скамью. Случайные прохожие вызвали скорую помощь, но по приезду медики констатировали смерть. Для мужчины последствия встречи со старым знакомым оказались трагичными. Он скончался от острой кровопотери. Фигурант сотрудничает со следствием и полностью осознает свою вину. Что-то в голове примкнуло. Ну, водки выпил оно. Дурость в голове. Казню себе, что такое получилось. Засадеянное задержанный понесет заслуженное наказание. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 112 Уголовного кодекса ДНР. Мышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Все вещественные доказательства изъяты. Ведется следствие. Полицейский советского райотдела Макеевки оперативно задержали жителя поселка Нижняя Крынка. Он напал на местную жительницу, которая днем возвращалась домой с работы. И не могла даже предположить, что парень, который живет с ней в одном поселке, отважится на преступление. В советском районе Макеевки полицейские оперативно задержали 18-летнего жителя поселка Нижняя Крынка, который совершил разбойное нападение на местную жительницу. Женщина днем возвращалась домой с работы и не могла даже предположить, что парень, который живет с ней в одном поселке, отважится на преступление. В этом промежутке он меня догнал, напал сзади, схватил за рот стекло. Я увидела уже после того, как он мне сказал, заткнись, иначе я тебя сейчас зарежу. Злоумышленник отвел потерпевшую в ближайшие заросли и потребовал денежные средства. Затянул меня в кустарники, меня сильно начало трясти, начала я сознание терять. Считаю, что в глазах темнело, то есть очень плохо мне становилось, в жарду, в холод. Я только успела откинуть руки и сказать, очень мне плохо, ну и тогда он испугался и убежал. В течение нескольких дней подозреваемый был задержан сотрудниками советского райотдела полиции Макеевки. Женщина благодарна Стражам порядка за оперативность и профессионализм. Спасибо большое за то, что задержали сотрудники полиции, потому что я думала, что все, он меня сейчас просто-напросто убьет. За содеянное фигурант будет привлечен к уголовной ответственности. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 174 Уголовного кодекса ДНР «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа в размере до 1 миллиона рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Алчевского ГОВД МВД ЛНР задержали жителя города Северодонецка 1982 года рождения, который совершал кражи в домах граждан. На счету задержанного 17 эпизодов. Поначалу правонарушитель осторожничал и незаконно проникал только в те жилища, где долгое время никто не жил. Основная масса краж, которые он совершал, это дома, которые были оставлены жителями города Алчевска с начала боевых действий. Поэтому, скажем так, были проблемы найти потерпевших и установить, скажем так, причиненный ущерб. В основной своей массе добычей преступника были мелкие вещи, проводка, котлы, газовое оборудование другого плана. Ранее судимый за аналогичные преступления, правонарушитель утверждает, что преступил закон исключительно с целью прокормить себя, семью. Так как официально нигде трудоустроен не был, постоянно работы не имел и перебивался случайными заработками. Ну, сначала присмотрелся, увидел, что все заросшее и проникал то ли через форточку, то ли через окно. Методом, ну, ломал там стекло, окно и так туда проникал. Сожалею, осознаю, какой колоссальный ущерб я нанес всем потерпевшим и всеми, искренне раскаиваюсь во всех своих злодеяниях. Вещественные доказательства по уголовным делам изъяты. На сегодняшний день дело передано в суд для принятия решения и последующего вынесения приговора. И вы всегда будете получать ежедневную и оперативную информацию. Сирийц Харами, уроженец города Хама, в 2012 году женился на Луганчанке. В Донбасс приезжал редко. На родине у него свой мебельный бизнес, но с началом конфликта вступил в ряды ополчения. Три года он провел на передовой у Желобка и Фрунзе. Почему? Смотрите далее в сюжете пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики. В 2012 году Харами, уроженец города Хама, Сирия, женился в Луганске. На родине у него свой мебельный бизнес, поэтому в Донбасс приезжал нечасто. С началом войны на юго-востоке Украины вступил в ряды ополчения, поскольку считает, что здесь происходит то же, что и на его родной земле. Проамериканские политики насильно насаждают как в Сирии, так и в Украине свою собственную демократию. Я люблю российские люди. Я не знаю, если это правильно, россиян. Я люблю. Потому что Россия очень-очень нам помогала. У нас с Россией 50 лет дружба и больше 60 лет. Когда был Советский Союз. Я люблю. Прост. А для меня, ну, я жил на фронт, на жалобок, на фронза, три года. Саша, не наравится. А не националият правит ИГИЛ. ИГИЛ, это не Сирииц. ИГИЛ из Евро. Из Германия. Из Франция. Из Бельжика. Из везде, везде Евросоюз. Сказали, идите. По 100 долларов. Каждый месяц. Зарплата. Сделайте. И какой, наувы, демократии, если я увидел, как они заразают. Голова. Это американская демократия, да? Это американская демократия, да? Но в демократии, вот это Жон Байден или Обама, или вот это Трамп сейчас. Сначала сказали, Пашар Асад, это нелегально. А сейчас Пашар Асад легальный. Почему? Потому что он задержал много из ИГИЛ в Трампе. Начинала вот эта дура Анхела Меркл. Ну, отправила люди, разговаривая с нашим президентом, ну, пожалуйста, нельзя убить. Он говорил, нет. Это все должны обратно, там. Почувствовать себя в роли военных, пожить в спальниках в армейской палатке, попробовать еду, приготовленную на костре из армейских котелков. Представители Народной милиции Донецкой Народной Республики совместно с волонтерами организовали полевое лагерь для воспитанников детского дома семейного типа семьи Ковалева. Аня, залазь. Народная милиция ДНР совместно с волонтерами провела необычное мероприятие – полевой лагерь для воспитанников детского дома семейного типа семьи Ковалевых. Дети смогли почувствовать себя в роли военных, пожить в спальниках в армейской палатке, попробовать еду, приготовленную на костре из армейских котелков. Для многих детей это был первый опыт жизни на природе. Они с интересом учились разводить костер, ставить палатки и ловить рыбу. Играли в футбол, купались, а вечером пили чай у костра. Невозможно перечислить всего, но можно уверенно сказать, что детям понравились три дня, проведенные на природе, и многие не хотели уезжать. Хочется надеяться, что такие выезды станут доброй традицией. Вчера мы ездили на столок, а такое ощущение было, что мы на море поехали. Там вода такая чистая была. И вон, дышевались. Жил в палатках, в настоящем походе, рыбачил, рыб ловил, кушал только на костре, ну, варили еду. Мне очень понравилось. Мы много раз ели арбуз, это очень круто. Тут речка, мы с тазанки прыгали все, это так круто. И мы ловили рыбу, потом ее жарили. Дети, скажите, пожалуйста, как прошел отдых? Круто! Закончился трехдневный тур, поход под эгидой армии ДНР. Дети впервые ночевали в палатках, впервые помогали их собирать, впервые полили костер, ловили рыбу. Это было масса впечатлений и очень много нового для них. Три дня мы провели у реки с детьми в составе, конечно, при поддержке военных, при поддержке армии. Отдых прошел замечательно. Желаю всем так отдохнуть, как мы отдохнули. На базе физкультурно-спортивной организации «Динамо» МВД Луганской Народной Республики состоялись соревнования по волейболу, приуроченные Дню физкультуры и спорта. В нем приняли участие пять команд спецподразделений Министерства внутренних дел, которые соревновались по круговой системе. Кто победил в соревнованиях, знают мои коллеги из пресс-службы МВД ЛНР. В ЛНР в честь Дня физкультурника состоялся легкоатлетический забег. В нем приняли участие и представители Министерства внутренних дел Республики. Это сотрудники Гор-Райорганов, Луганской академии внутренних дел, а также сотрудники управления по работе с личным составом правоохранительного ведомства. Данное мероприятие, то есть оно ассоциируется со здоровым образом жизни, привлечение широких слоев населения к занятиям спортом, а также повышение профессионального уровня непосредственно сотрудников внутренних дел, которые принимают участие во всех спортивно-массовых мероприятиях по различным видам спорта. Участники забега, а это, как говорится, и стар, и млад, утверждают, что именно на таких мероприятиях очень отчетливо ощущается чувство единения, атмосфера сплоченности. Тут нет возрастных и социальных различий. Здесь одна большая спортивная семья. Вот, все очень здорово, организация. День физкультурника – это день, посвященный всем гражданам, всем людям, которые занимаются спортом, также тренерскому составу всему, учителям физической культуры. Спортсменам и просто любителям физкультуры. Участники легкоатлетического забега призывают всех вести активный, здоровый образ жизни, а также иметь надлежащий уровень физподготовки. В первую очередь, шутят атлеты, к нам должна присоединиться молодежь, которая постоянно пользуется маршрутами такси ради одной-двух остановок. Специальный полк «Бастион» Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики объявляет набор сотрудников. Специальный полк «Бастион» Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики объявляет набор сотрудников. Специальный полк «Бастион» принимаются граждане возрастом до 55 лет, прошедшие военную службу и уволенные в запас, имеющие необходимую физическую подготовку, психологическую устойчивость, способные уверенно действовать в экстремальных условиях. «Бастион» является структурным подразделением управления Государственной службы вне ведомственной охраны МВД ДНР. Его основными задачами являются осуществление на договорной основе мероприятий по охране объектов и грузов, особо важных объектов, обеспечение личной безопасности физических и юридических лиц, охрана уполномоченных лиц при перевозке ценных бумаг и валютных ценностей, а также туристических групп и делегаций. В специальный полк «Бастион» можно обратиться по адресу. Город Донецк, улица Владычанского, 48-Б. Либо по телефону 071-320-60-35, 071-301-67-67. Напоминаю, что наши интернет-ресурсы, официальный сайт и ютуб-канал Новороссия ТВ помогут вам всегда быть в курсе последних событий не только в республике, но и в мире. А вы смотрели программу о доблестных, надежных и решительных защитниках нашей республики. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова